Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в театральном центре Жаворонки. Здравствуйте, Ольга Николаевна! Очень рада с вами встретиться в канун Великого Праздника, Дня Победы. Я знаю, что застать вас в вашем доме практически нереально. Огромное количество концертов, спектаклей и самое главное, вновь радует всех жителей Одинцовского округа, вы зная Агитбригада. Ольга Николаевна, расскажите, конечно же, об этом проекте. Как вообще родилась идея создать Агитбригаду? Настоящую фронтовую Агитбригаду на колесах? Да, действительно, график у нас очень напряженный. И Агитбригада стала действительно хитом. И Агитбригаду ждут вообще во всех поселениях. Мы не успеваем, конечно, проехать по всем желающим. Шесть лет назад возникла эта идея. Первая Агитбригада была с маленькой газели, которая ходила ходуном. Конечно, это была жутко неудобная сцена. Но первый раз мы решили попробовать, недалеко поехав. Прежде всего потому, что многие ветераны или просто пожилые люди часто не имеют такой возможности поехать куда-то. На концерты, на какие-то программы. То есть они ждут, чтобы их отвезли, ждут, чтобы там за ними поухаживали. Ну и целая проблема. И мы решили, как в той рекламе, что если люди не могут прийти к нам, то мы идем к ним. Понятно, что сразу в голову в связи с 9 мая пришли наши легендарные артисты, которые приезжали на фронт поднимать дух нашей российской армии. Причем мы посмотрели очень много хроник. И, конечно, ты знаешь об этом, но когда мы посмотрели воочию, как люди таскали с собой пианино на грузовиках, для того, чтобы выгрузить инструмент, не было же минусовок никаких. И дать концерт. Да, инструмент в поле, дать концерт зимой, безо всяких микрофонов, просто своим голосом. Да, ну, кстати, знаменитая наша Клавдия Шульженко ездила. Я подумала, что нужно отдать дань этим артистам не только подвигу нашего народа, не только 9 мая, но и дань вот этим героическим артистам, которые не думали, что их могут там убить, не думали о том, что они могут замерзнуть. Были же такие случаи, когда из села в село, когда сломалась машина, пианино несли на себе. Артисты и эта бригада. И мы решили сделать такой привет обратный. С фронта приехавшая бригада, одетая в военную форму, то есть как бы солдаты, приехали в мирную жизнь, чтобы напомнить, во-первых, о подвиге наших героев, напомнить о нашем светлом празднике, ну и поднять дух людей, которые, может быть, уже отчасти перестали радоваться жизни, которые думают, что они брошены, они никому не нужны, они там сидят на своих участках, в своих квартирах, не могут выйти, не могут там лишне позволить себе какие-то вылазки. Но вы помните вот те эмоции именно 6 лет назад, когда впервые та небольшая «Газель» привезла концерт на колесах? Как это было? Как вас встречали жители? Ну и сейчас это продолжается, да, особенно когда мы приезжаем в точки, где нас не знают, это первый раз. То есть люди не ожидают. Сначала это шок, то есть люди не поняли, что произошло. Приехали какие-то люди, начинается же монтаж, да, вдруг начинает звучать музыка, и потом что-то мы начинаем петь, плясать, всех вовлекаем в этот процесс общий. Люди бегут, если это частный сектор на свои участки, начинают рвать нарциссы, тюльпаны, тащат их нам. Значит, если это нет, вот мы сколько раз заставали, значит, где-то рядом есть какой-то там тюльпошный магазинчик. Они бегут, покупают конфеты, пряники, начинают совать этого артиста, потому что, ну, как бы в знак благодарности. А кто-то там за пирожками домой сбегал. Меня поразил тогда один ветеран. Мы когда приехали в Ликино, уже разгрузили, все сделали, и, наверное, уже подходило к концу, там две или три песни остались, да, часовая программа, две или три песни остались. И все время с нами был ветеран, и вдруг он говорит, ну, сколько еще осталось? Я говорю, да немножко совсем. Ну, я успею сбегать. Я не поняла, зачем он побежал. Я подумала, ну, может быть, тоже там что-то принести. Он сбегал в пятиэтажке, он жил в свою квартиру и выбежал, надевся ордена. На последнюю песню успел. Ну, было важно выйти вот на эту нашу машину и вместе с нами сфотографироваться. Ну, и, конечно, мы, получив вот этот заряд энергии, мы поняли, что это просто крайне необходимо людям. Мы ужасно устаем за время этой агитбригады, потому что там дать пять концертов. Да, и я хочу сказать, что ребята все поют вживую, да, и очень устают. Я каждый раз говорю, что давайте, ребята, ну, может быть, где-то можно плюсик там включить. Нет, вот сейчас вот прошли восемь концертов, все как бы на раже таком. Но ребята столько получают в обратную сторону, то есть получают столько положительных эмоций от людей, что хочется еще и еще и еще. То есть понимаешь, что ты устал, только когда уже добрался там до собственной кровати или до дивана. Ольга Николаевна, ну, огромный материал. И как вот из всего вот этого колоссального объема вам удалось выбрать те самые зерна, которые легли в основу этой концертной программы? А вы знаете, он живой, этот наш концерт. Он абсолютно живой. И мы еще не один год не играли одинакового концерта. Есть какие-то хиты, там, две-три песни, которые переходят. Ну, понятно, что День Победы когда-то, без которых просто нельзя. Друзья, ну, опять же, я хочу сказать, что сейчас уже есть агитбригада, во-первых, Победный май, это на майские праздники. Есть программа «Реквием» на 22 июня, она совсем другая, она более грустная, более трагичная. Там мало очень веселых песен, да, таких вот, плесовых каких-то, их практически там нет. Есть «За нами Москва», которую мы играем зимой 5 декабря, то есть совсем другая программа. Но даже вот этот Победный май, мы все время стараемся найти какие-то новые-новые песни, новое какое-то исполнение, новые задачи. Например, в прошлом году было очень много песен, посвященных Волгограду, связанных вот с поездкой в Волгоград по «Салют Победе». В этом году Новороссийск, поэтому у нас в агитбригаде 5 или 6 песен, когда выходят красивые морячки, известные вещи поют, да, и «Моряк в развалочку», и «Яблочко танцует», и все на свете. Конечно, каждый год нам хочется привезти что-то новое. Хотя, если бы мы возили вот одинаковую программу, люди бы радовались бы, правда, потому что, ну, кто там помнит, какую песню спели Катюшу в прошлом году или не спели Катюшу, станцевали этот танец, не станцевали. Ну, хочется не халтурить, хочется как-то вот что-то новое всегда. Ну, и, конечно, без театрализации, без вашей руки не обходится. Конечно, ну, во-первых... Ребята и поют, и танцуют, это все в единый целостный материал. Да, это такое шоу, да, значит, конечно же, поскольку играют его драматические артисты, прежде всего они, то, что они танцуют и поют, это дополнение к тому, что они умеют делать драматические образы. У каждого свой образ, своя составляющая. Танцы – это картинки, да, это фронтовые картинки, это картинки, там, мирной жизни, там, проводы, встречи, расставания, все на свете. Вот, в этом году появилось очень много песен Высоцкого в обработке. Ваня наш пишет аранжировки свои, то есть мы тоже этим можем погордиться. Ну, и, конечно, украшением каждой агитбригады и каждого концерта становятся песни Михаила Ильина, которые он пишет. Вот сейчас были написаны две песни под Новороссийск, они тоже очень интересно сделаны, аранжировки, записи, поэтому, в общем, поем их тоже. Ольга Николаевна, Вы сказали, что уже восемь концертов позади, но, я так понимаю, еще продолжает путешествие агитбригады на колесах, еще будут даны несколько концертов. Сколько всего в этом году Вы планируете охватить площадок? И все-таки территория сейчас Одинцовского округа существенно увеличилась. Удалось ли Вам побывать в новых территориях, например, в Звенигороде? Да, конечно. Мы безумно рады, что у нас теперь появилась площадка округа. Нам тесновато было только в нашем поселении, хотя мы готовы для любого человека, который выходит на улицу, петь и плясать. Но в этом году, благодаря поддержке администрации Одинцовского округа, появилась возможность проехать и в город Голицыно, и поближе к Кубинке, и в Чесцы, и в Звенигород. Да, причем Звенигород был поражен и удивлен, поскольку у них подобных вещей никогда не проходило. И после первого же концерта, мы у них начинали день первой программы, это была у них, они нам предложили все пять концертов сыграть у них. Говорят, передохнете, давайте играйте, все время будет приходить разная публика, нам это будет интересно, круто. Мы говорим, ну давайте на следующий год подумаем. Как Вы все-таки думаете, новая площадка, новая возможность и Центр Любови Орловой, возможно ли, что Ваш театр в ближайшее время будет играть там свои? Ну, наверное, здорово, наверное, было бы здорово, да, Центр Любови Орловой интересный, красивый, очень хорошее здание, там прекрасная сцена, и мы с тобой с ним там тоже поиграли. Вот, но как звезды сложатся, мы надеемся, что в этом году мы получим в связи с образованием округа, да, может быть, с новыми возможностями какими-то, мы получим какую-то еще большую поддержку, тем более, что наши власти как-то вот видят нас, оценивают, благодарят, говорят нам спасибо. Нам это очень приятно, хотя работаем мы не для этого, да, но все равно благодарность всегда приятна. Ну это колоссальный труд. Как будете праздновать 9 мая? Праздновать 9 мая мы будем здорово. Начнем мы его праздновать в лесном городке, потом мы приедем назад сюда в Жаворонке, значит, потому что мы не можем бросить своих жителей, и здесь мы для них поиграем. А потом мы отправляемся на центральную площадь города Одинцов, где мы играем такой завершающий концерт нашего округа. И сразу после этого церемония построения будет телемост с мэром города Новороссийска, он, наверное, помашет нам рукой, мы все споем «Малую землю» и отправимся по автобусам, потому что в 0 часов с 9 на 10 нас ожидает поезд Москва-Новороссийск. И там, в Новороссийске, мы будем играть уже большую программу, сделанную специально для Новороссийска, мы сделали очень много, причем мы нашли необычайно интересных песен, забытых, которые уже не помнят, вообще таких вот очень интересных авторских песен, связанных с моряками, с боями, с Новороссийском. Вот часовые программы будем там играть, будем на корабле боевом на крейсере митинг проводить тоже с песнями, с авторскими, с нашими уже. Мишины песни будут звучать, вот девчонки наши будут петь стихи. В этом году у нас есть маленький самый участник с нами, который поедет в Новороссийск, несмотря на то, что 30 часов пути в один конец, 30 часов обратно. Ну, он тоже будет читать стихи, петь песни, плясать. Я думаю, что должно быть все очень интересно. А вернемся сюда, отчетный концерт. Спасибо, Ольга Николаевна, за интересное интервью. Может быть, заключение нашей передачи, несколько слов ветеранам? Да, конечно. Их становится все меньше и меньше. Даже детей войны уже становится совсем немного. И это, к сожалению, жизнь. Мы не можем жить вечно, и когда-то и нас не будет на этой земле. Но, тем не менее, хочу им пожелать здоровья. И здоровье, понятно, не зависит от них, а зависит от Господа Бога, от того, как встали звезды. А еще я хочу им пожелать главного. Быть уверенными, что они не зря прожили эту жизнь. Быть востребованными, быть нужными. Желаю, чтобы возле них все время были люди. Люди, которые хотят слушать их и слышать то, о чем они говорят. Ну, а вашему каналу я желаю процветания. С праздником, с наступающим 9 мая. А мне бы еще хотелось сказать и пожелать ветеранам, чтобы они гордились нами, своими потомками. Да. Спасибо, что были с нами. Это было специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.